Илон Маск, известный своими таинственными посланиями, предложил своим подписчикам принять красную таблетку, что является отсылкой к фильму «Матрица». Кроме того, это завуалированный призыв поддержать республиканскую партию США. В то время как Иванка Трампа ценила сообщение Маска, режиссеру Лиле Вачовске, не понравилось, что снятый ею фильм оказался втянут в политические интриги. Миллиардер, известный своими завуалированными формулировками, призвал 34 миллиона своих подписчиков принять красную таблетку. Преданные фанаты мирового кинематографа знают, что это цитата из фильма «Матрица». Речь идет о сцене, в которой Морфеус предлагает Нео узнать всю правду или вернуться к прежней жизни. Подписчики Маска, привыкшие к загадкам, бросились расшифровывать, что может означать это послание. Некоторые пользователи вспомнили, что инженер как-то говорил о том, что все человечество, вероятно, живет в компьютерной симуляции и не знает об этом, прямо как Нео в «Матрице». Однако реальность может быть куда более прозрачно. В США выражение «принять красную таблетку» используется в качестве синонима поддержки республиканской партии, чей официальный цвет красный, в противовес синим демократам. Несмотря на то, что Маск утверждал, что придерживался умеренных политических взглядов, не исключено, что ситуация с коронавирусом заставила его передумать. Достаточно вспомнить, как инженер открыто выступал против режима самоизоляции вокруг Аламида, штат Калифорнии, где расположен завод, принадлежащий его компании Тесла. Он называл карантин проявлением фашизма и в итоге самовольно возобновил производство на фабрике, заявив о том, что местные власти могут прийти и арестовать его, если захотят. Позднее выяснилось, что Илон Маск решился на открытое противостояние с властями Аламиды после того, как заручился поддержкой президента США Дональда Трампа, представляющего республиканскую партию. Оказалось, что Маск и Трамп созванивались в апреле. В ходе звонка миллиардер убеждал американского лидера, что возобновление производства на заводах Тесла не несет в себе никакого риска. Известно, что американский президент заявил о том, что согласен на 100%, что фабрики Тесла должны быть открыты. Вскоре после новостей о том, что Маск возобновил производство электрокаров, Дональд Трамп выступил в его поддержку в своем твиттер-аккаунте. «Калифорния должна разрешить Тесла и Илону Маску открыть фабрики сейчас же. Это можно сделать быстро и безопасно», — заявил американский президент. Вероятно, сообщение о призыве принять красную таблетку — это некий жест благодарности в адрес Трампа, который поддержал Маска и его компанию. Эту теорию подтверждает и ответ дочери американского президента Иванки Трамп. Бизнесвумен заявила о том, что уже приняла таблетку, о которой говорит миллиардер. Многие подписчики Маска, также усмотревшие в этом послании намек на поддержку республиканцев, раскритиковали миллиардера. Некоторые даже призвали к бойкоту Тесла, прикрепив к сообщениям соответствующий хэштег. Политические игры не понравились и одному из режиссеров «Матрицы» Лили Вачовски, которая сочла метафору главы Теслы неприемлемой. «Да пошли вы оба», — написала Вачовски в ответ на сообщения Илона Маска и Иванки Трамп. В прошлом году Тесла открыла завод в Шанхае, а сейчас строит еще один в Берлине. Но ферма остается важнейшим центром для компании. Тут располагается ее штаб-квартира, а также основное производство. Маск заявил, что готов перенести головное предприятие в другой штат США, если это будет необходимо для того, чтобы возобновить производство. Представители Техаса, Джорджии и Невады уже связались с Тесла, предлагая поддержку, если компания решит переехать. Министр финансов США заявил, что власти Калифорнии должны сделать все возможное, чтобы помочь Тесла возобновить работу, так как эта компания — один из крупнейших промышленных работодателей в штате. Губернатор Калифорнии Гевен Ньюсом сказал, что на прошлой неделе уже обсудил ситуацию с Маском и что власти снимают ограничения, наложенные на промышленность. Спасибо, что досмотрели этот выпуск до конца. Обязательно поставьте лайк под этим выпуском, поделитесь с этим выпуском с друзьями, подпишитесь на канал, если вы не подписались. Будьте здоровы и берегите своих близких. До новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok